Здравствуйте! В эфире Первый городской информационная картина пятницы 12 февраля в репортажах наших корреспондентов. В студии Ирина Коробко. Это время Одессы. Главные новости дня. И смотрите далее в выпуске. Из порта Южный под Киев новую партию африканского угля доставили на Трипольскую ТЭС. Прокуратура возобновила расследование незаконной приватизации привоза. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы. Мы уважаем, что было завчастно закрыто все криминальное проваджение. На двух колесах в любую погоду. 12 февраля. Всемирный день поездок на работу на велосипеде. Главная проблема – отсутствие инфраструктуры. И все подробности прямо сейчас. Обыски в управлении патрульной полиции Одессы на Королева вечером в пятницу в здание нагрянули сотрудники СБУ, спецподразделения «Альфа» и военной прокуратуры. Как сообщают наши источники, одна из патрульных торговала наркотиками прямо во время работы. Задержание одного из копов корреспонденту Первого городского уже подтвердили в военной прокуратуре. Отмечу, это первый подобный инцидент в Одессе. Представители новой полиции ранее еще не задерживали. В деле 2 мая официально появилось еще двое потерпевших таковыми. Во время очередного слушания суд признал граждан, чьи родственники погибли во время столкновений на Греческой. А вот к рассмотрению по сути перейти вновь не удалось. Фигуранты дела не договорились о порядке изучения доказательств вины. Сторона защиты настаивала сначала предоставить улики по каждому из обвиняемых отдельно, начиная с допрошенного гражданина России Евгения Мефедова. Прокуратура же хотела озвучить результаты экспертизы по эпизоду на Греческой. В итоге заседание отложили на 18 февраля. Одесская прокуратура возобновила расследование незаконной приватизации рынка привоз. По версии следствия, чиновники вместе с бизнесменами путем оформления поддельных документов вывели из коммунальной собственности больше 25 тысяч квадратных метров торговой площади. Сумма ущерба для города составила почти 130 миллионов гривен. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы. Африканский антрацит, который в понедельник прибыл в Порт-Южный, уже доставили на Трипольскую ТЕС под Киевом. Сейчас твердое топливо хранится на складе под открытым небом. На предприятии заявляют, антрацит качественный и горит не хуже угля из Донбасса. На Африке поставщики топлива для Украины не заканчиваются. По словам директора предприятия Петра Кравца, новый договор могут заключить с Австралией. Кроме того, Украине подходит антрацит из Вьетнама и Америки. А вот российский нежелателен. Последний раз его закупали в августе 2014-го. Були закриті поставки из Донбасса, мы не получали перспективы, никто не знал. Мы вынуждены были купить российское вугилье, но оно для нас не желание. И оно по разным причинам не желание, но в первую очередь технологично. Африканское вугилье, вугилье Донбасса, подходит и то, и то. И цена на сегодняшний день, та цена, яка мы платим за африканское вугилье, позволяет нам працювати прибутково. Далее криминал Натаирова, 51-летний одессит, зарезался в бутыльника. Мужчины выпивали и поссорились. Хозяин квартиры схватил нож и более 20 раз ударил гостя. Спустя несколько часов убийцу задержали. Во время допроса он во всем сознался. В полиции уже открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет. Вредные для здоровья посылки контрабандисты под видом почты доставляли в Одессу контрафактный алкоголь и сигареты. Незаконную продукцию везли из Киева, потом планировали переправлять в западные регионы страны. Ужгород, Черновце и даже за границу. Задержать контрабандиста удалось совместными силами СВУ, полиции и пограничников. Позже был обнаружен склад, где хранили нелегальную продукцию. Всего правоохранители насчитали 700 тысяч пачек сигарет и больше 600 литров алкоголя на сумму порядка 7 миллионов гривен. Теперь нарушителям грозит до 12 лет тюрьмы. Волонтерское движение приходит в упадок, но бойцы все еще нуждаются в помощи. Об этом заявил один из активистов и сотрудник Министерства обороны Богдан Ковалев. По его словам, у армии сейчас больше проблем с бюрократией, чем со снабжением. Ресурсы у государства для финансирования бойцов есть, но без помощи волонтеров получить обмундирование и питание военным удается крайне редко. Активист утверждает, людей, которые реально помогают армии, осталось мало. А коррупции и амбиции военного руководства за линией фронта могут привести к очень серьезным последствиям. Мы должны здесь начинать порядок наводить в Киеве. В Киеве, в областях, в городах. И я вам скажу, чем дальше от зоны АТО, тем больше сопротивления внутри, чем... То есть у нас война идет больше внутри, чем снаружи. То есть враг снаружи не так менее опасен, чем то, что у нас творится внутри. Бюрократия, коррупция. В Измаиле демонтировали памятник Ленину. Он был самым большим в области. Шестиметровую скульптуру хотели оставить невредимой, поэтому процесс затянулся на несколько часов. В итоге восьмитонный памятник зацепили строительным краном и аккуратно опустили на землю. За демонтажом наблюдали местные патриоты, которые даже спели гимн Украины. Причиной провала под трамвайными путями на улице Дальницкой стало проседание ракушечника в катакомбах. К такому заключению пришли представители Инфоксводоканала и коммунальных служб. Они обследовали расположенный неподалеку коллектор, который хоть и построен в позапрошлом веке, но, по словам специалистов, еще может выполнять свои функции. Для ликвидации этой ситуации мы провели не только внешнее обследование, но и обследование коллектора изнутри путем прохода. А также было выполнено видеоинспекция этого участка. На сегодняшний момент коллектор находится в рабочем неисправном состоянии. И вопросов к его техническому состоянию нет. Коммунальщики приступили к ремонту в ночь на пятницу. В районе пяти утра они завершили уплотнение грунта под путями и положили первый слой асфальта. Полностью завершить работу обещают в субботу. Движение трамвая уже возобновилось. Одесские волонтеры строят домики для бездомных котов и устанавливают их вдоль моря и рядом с парками. Жилье утепляют и покрывают непромокаемой крышей. Пока сосредоточились на Приморском районе, но географию кошачьего жилья намерены расширять. Деньги на материалы жертвуют неравнодушные горожане. Устанавливать очередной кошкин дом помогала Ксения Боровиненко. Три таких домика уже установлены на склонах вдоль трассы здоровья. Четвертый волонтеры решили разместить рядом с парком Победы. Деньги на стройматериалы для кошачьего жилья собирали через интернет. Изначально это был пилотный проект. Мы рассчитывали всего на четыре домика. Собирали сумму на платформе на закупку материалов. А изготовление, раскраска, размещение полностью – это благодаря нашим волонтерам, которые нам очень сильно помогают. Первые домики волонтеры просто покрывали лаком, чтобы защитить от дождя. Позже решили украшать их яркими рисунками. Разрисовать кошачье жилье попросили уличных художников, которые ранее покрывали граффити, трансформаторные и телефонные будки в центре города. Нам всегда интересно участвовать в социальных проектах в городе. Это наш не первый социальный проект. И когда нас попросили помочь, мы с радостью откликнулись. На один домик у нас уходит от двух до трех часов. Чтобы его грамотно оформить. Чтобы домик не подтапливало во время дождя, ему цепляют ножки. Они пропитаны водоотталкивающей жидкостью. Так прослужат дольше. Надо другую попробовать. Зашибись. Я оскарю получу. Она соскальзывает просто, понимаешь? Пока коты обходят свое жилье стороной, присматриваются. Но волонтеры уверены, новый дом животным понравится. Стены утеплили пенопластом, а крышу покрыли нержавеющей сталью. Дополнительно он еще обработан двумя слоями краски. И плюс сверху художники еще сделали художественное оформление. То есть, в принципе, он достаточно защищен от атмосферных условий. Единственным фактором, который может повредить домик, является человеческий фактор. Волонтеры говорят, один такой домик, по их наблюдениям, могут делить между собой больше десяти котов. Установив конструкцию, активисты продолжают следить за ней. Регулярно наводят порядок и подкармливают животных. Ксения Борвиненко, Ольга Клименко, Руслан Пейков. Первый городской. На двух колесах в любую погоду 12 февраля во всем мире проходит акция «Зимний день на велосипеде на работу». Поддержали инициативу, правда, далеко не все велолюбители. Пересесть на двухколесный транспорт в прохладный день отважились самые смелые. А еще те, кто крутит педали круглый год. Репортаж Алии Замчинской. Юрий использует велосипед как основной и, по сути, единственный вид транспорта уже 10 лет. Круглый год. И хотя сам ездит без шлема, говорит, это не всегда самый безопасный способ передвижения. Водители автомобилей чаще всего забывают, что когда они в него садятся, это не скорлупка, которая защищает только их. Это штука, которая должна не причинить вред и всем остальным. Очень часто водители забывают смотреть в зеркала, открывают дверь после паркования прямо на дороге. Первый маршрут Юрия на сегодня – от Кирхи в парк Шевченко. Поездка по наводненным машинами улиц порой превращается в испытание. Водители не всегда относятся к велосипедистам как к полноценным участникам дорожного движения. Хотя и сами любители двухколесного транспорта частенько ездят не по правилам. Это проезд перекрестков, нарушение правил проезда перекрестков. Это, опять же, выезд на пешеходные переходы. И были случаи, это переезды, даже переезды, железнодорожных переездов на запрещающий сигнал светофора. В 2016 году пока не зафиксировано ни одной аварии с участием велосипедистов. Патрульные вместе с гражданскими активистами даже планируют создать специальные онлайн-курсы по правилам дорожного движения для любителей велосипедов. Было бы где ездить. Главная проблема – отсутствие инфраструктуры. Такие выделенные полосы для движения велосипедистов есть только здесь, в парке Шевченко и дальше, вдоль трассы здоровья. Тем временем чиновники планируют создать несколько веломаршрутов. На это в 2016-м даже выделили 10 миллионов гривен. Первый из них должен появиться в исторической части города. Это будет кольцевой маршрут, соединенный с велодорожками в парке Шевченко и на трассе здоровья. Правда, когда именно начнут работы, не уточняют. Мы бы хотели, чтобы это были осевые улицы, которые пересекают город вдоль и поперек. К примеру, Решильевская и Базарная велодорожки будут проходить, скорее всего, по проезжей части. Но при этом, и это очень важно, не будет сокращения полос движения. То есть имеющиеся полосы движения немножко будут сужены. В то же время активисты и сами развивают инфраструктуру для двухколесного транспорта. Например, в Зеленом театре планируют, как и в прошлом году, продолжать социальный проект для велосипедистов. Мы хотим поставить объект, который называется велопорт, где будут производить ремонт велосипедов, где будет прокат велосипедов. Если первые веломаршруты, предложенные мэрией, будут удобны, новые дорожки появятся и в спальных районах города. Алья Замчинская, Дмитрий Боровецкий и Олег Шпак. Первый городской. Погода пока и правда не очень подходит для велосипедных прогулок. Метеорологи рекомендуют одесситам провести выходные дома. На 13 и 14 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается шквальный ветер до 20 метров в секунду, сильный дождь и туман. Ночью температура снова опустится до нуля. Без особой надобности выходить на улицу синоптики не советуют. Ну а подробнее о погоде после новостей. Необычная акция ко Дню Святого Валентина стартовала на Главпочтамте. Всем, кто приходит в отделение парами, предлагают поздравить друга с Днем Влюбленных. К праздничной кассе, где ведут Валентинки, уже выстраиваются очереди пары абсолютно разных возрастов и с необычными историями. С некоторыми из них познакомился Дмитрий Долматов. Нам, пожалуйста, две марки, две Валентинки и два конвертика. Супруги отдельно вы вместе уже полвека. Познакомились случайно, благодаря общим знакомым. Шутят, это было недавно, всего 63 года назад. Спустя столько времени они не перестают отмечать День всех Влюбленных. И до сих пор дарят друг другу Валентинки. Я ему написала, что я его очень люблю. У нас любовь не проходит, она так в 48 лет и есть. Мы любим друг друга, уважаем друг друга и понимаем друг друга. К праздничной кассе выстраиваются очереди. Приобретая конверт с маркой, влюбленные бесплатно получают Валентинки и чай. Это подарок, который символизирует теплые чувства, говорят организаторы акции. Чай – это напиток, который согревает сердца. И, наверное, наибольшее количество людей появилось на свет после приглашения на чай. А когда человек получает вот такую маленькую, но очень симпатичную открыточку, подписанную рукой дорогого ему человека, любовь в его сердце, конечно же, расцветает. Акция продлится до 14 февраля. Валентинки также можно отправить друзьям и родственникам по почте. Дмитрий Долматов, Сергей Калмыков, Первый городской. Не упустите шанс порадовать своих любимых в этот праздник. А у нас все. Вы смотрели «Время Одессы». В 7 вечера, в субботу о главных событиях недели расскажет Виталий Милевич. А я желаю вам, несмотря ни на что, хороших выходных и прощаюсь до понедельника. Оставайтесь с нами, увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова